Итак, всем привет! У нас один из трех кусков моего длинного выпуска, точнее серии выпусков про путешественнические лайфхаки, точнее тревел-хаки получается, про всякие мои опыты и всякие мои маленькие секретики, как я планирую путешествовать или как я путешествую. Ну что же, самое время перейти к первой части моего рассказа. Я решила начать все-таки с того, как я планирую маршрут, как мы планировали маршрут этого евротрипа, как я вообще выбираю, в какой город поехать, что вообще делать, и решила я с этой части начать. А уже в следующих выпусках я расскажу про аренду автомобилей, вообще про какие-то тонкости роуд-трипа и расскажу про то, как искать интересное жилье. Итак, когда едут в какое-то место, про которое я мало знаю, естественно, здесь не идет речь о какой-нибудь поездке, вы там всю жизнь мечтали поехать в Шри-Ланку, все про эту страну прочитали, пересмотрели кучу инстаграмов, да, у вас есть какая-то информация. Я говорю о тех ситуациях, когда вообще ноль информации. То есть, грубо говоря, вот мы пролетаем в Испанию, я до этого была в Испании несколько раз, я была в Барселоне по работе, я была несколько раз в Мадриде, сама по себе была в Сан-Себастин как раз, когда мы ездили в наш кайт-серф-трип, роуд-трип, евротрип. Но вот я была вот в этих трех городах, я не путешествовала по Испании, я никогда там нигде там не отдыхала ни на каких курортах, я не была в маленьких городах, я вообще не очень представляю, что там, что там можно смотреть. Да, я там что-то отдаленно, естественно, знаю про историю Испании, потому что я не дебил, но каких-то таких вот подробностей, да, я не знала, не слышала про какие-то маленькие города, которые стоило посещать. Как я в таких ситуациях обычно поступаю, да, для того, чтобы вот какую-то входную информацию получить. Самый вообще крутой ресурс, на мой взгляд, это сайт Вики Травел, то есть это как Википедия, только для путешественников. Чем я люблю этот сайт? Я не знаю, есть ли русская версия, наверное, есть, я всегда пользуюсь всем на английском. На этом сайте как бы собрана какая-то вот самая сжатая, самая, в общем, минимальная информация про то место, куда вы едете. Вы, например, нашли какой-нибудь город, не знаю, слышали о город Бургас, стоит туда, не стоит ехать, как добраться, чего? Где что находится? Набираете Бургас Вики Травел. В первых двух абзацах вы можете почерпнуть всю информацию, там, город, старый он, не старый, когда построен, чем там известен и так далее. Потратив минимальное количество времени, не там, не лазя по полчаса по гуглу или по каким-то там блогам, вы, в общем, поняли про этот город основной. Дальше в этом Вики Травеле есть основные блоки, как туда добраться. Я очень часто пользуюсь именно вот этой Вики Травеловской информацией, как добраться в это место, то есть какие вообще есть способы, там, куда идет автобус, как он там идет, сколько там стоит или что-то. Если вы, например, летите на самолете и вам нужно из аэропорта добраться в центр города, то вот Вики Травел тоже идеальный сайт для того, чтобы почерпнуть какую-то более-менее примерную информацию, да, какие есть опции, там, какие автобусы, какой общественный транспорт или там, сколько стоит такси. Следующие блоки, которые есть на Вики Травеле, это что смотреть. Этот блок тоже прекрасен тем, что, во-первых, он уже вам дает как бы некий такой чек-лист, какие достопримечательности основные в этом городе есть. Ну и плюс, прочитав их даже там по диагонали, посмотрев, вы уже понимаете вообще, есть ли смысл в этом городе что-то делать. То есть если там главный способы, это какой-нибудь там собор, а там остальные там девицы примечательств, это там, не знаю, парк, площадь, не знаю, памятник, дверь такая-то, не знаю, улица такая-то, все понимаете, что, ну, как бы город, возможно, прикольный, но надо к нему еще присмотреться. Следующая часть, которая есть на Вики Травеле, это где жить и там, и где кушать. То есть до того, как появились там засилие интернета, таких booking.com, Fosquare, всяких там гуглов и прочее, Вики Травел, он, в принципе, как-то заменил по себе бумажный Lonely Planet, ну, для тех, кто пользуется когда-либо этими Lonely Planet. То есть там написано сжатая информация, как туристический гид, и, в принципе, там перечислены отели, то есть вы можете буквально один из этих отелей выбрать и там поселиться. Сейчас, в принципе, как-то мало кто уже напрямую что бронирует, поэтому, в общем-то, все все равно смотрят на всяких других сайтах. Ну, по крайней мере, вот эта информация, которая есть на Вики Травеле, она для вас какой-то ориентир, да, там есть примерные цены. Они не супер обновляются, особенно по тем странам, где там, как на Бали, например, постоянно цены растут. Вы хотя бы можете посмотреть, да, какую-то там, ну, какую-то вилку, потому что там на Вики Травеле есть там бюджетные отели, обычные отели и там отели там люкс. И вы смотрите вилку, да, вы хотя бы понимаете, окей, я еду в дорогой город или я еду в дешевый, так, к чему мне быть готовым. Вики Травел, это, наверное, для меня какой-то такой столб вообще моего планирования. Я всегда, когда мне нужно там куда-то поехать, первым делом смотрю вообще через Вики Травел всю информацию, а уже потом какие-то там более частные вопросы гуглю на гугле. Лайфхак по планированию маршрута, помимо Вики Травел, просто там просмотры картинок, это новая, относительно такая новая функция у гугла, которая позволяет вам смотреть достопримечательности, вообще какие-то интересные места там в нужной вам стране, городе или регионе. Эта функция доступна либо прямо через гугл поиск, если вы, например, набираете там, не знаю, там, Мадрид, Сайдс, и у вас в самой верхней строке перед вот там вот всяким результатным поиском появляются такие иконочки, картиночки там нужных достопримечательностей, точнее имеющихся в Мадриде, например, достопримечательностей. Вы можете кликнуть на каждую и почитать подробную информацию об этой достопримечательностях, перейти посмотреть, где она на карте, посмотреть какое-то там информационное время работы и так далее. Помимо обычного поиска в этот же функционал можно зайти по прямой ссылке, это google.com slash destinations. Вы дальше набираете там ваш destination, то есть место, куда вы едете, условно говоря, там нормально. Вы видите краткое описание этого места, видите кучу всяких картинок, видите, например, какие есть интересные места в этом регионе, видите карту, на которую эти места нанесены. То есть вот сейчас, мне кажется, для планирования маршрута вот эта вот google destination, суперудобная штука, чтобы получить какое-то общее представление о том, какие есть вообще места, что интересного в этом регионе, куда стоит поехать. Прямо за этой же картой можете перейти, все запомнить себе в закладке и потом уже, когда вы едете, понимать, что вы хотите посмотреть. Причем вот с моей точки зрения, важно именно вот ставить эти закладки в тот момент, когда вы читаете, потому что потом вы, скорее всего, про это место не вспомните. Ну, по крайней мере, когда вот ситуация, как у нас, да, road trip, куча разных городов, полтора месяца, невозможно все держать в голове. В общем, много разных фич вот в этой destination штуке есть. Активно пользуюсь, в том числе, чтобы почитать краткую информацию о каждой там достопримечательности, музее и, в общем-то, принять решение, хочу я или не хочу. Вот эти вот все инструменты небольшие помогают мне за какое-то минимально возможное время, да, там даже не читая какие-то чужие блоги, примерно прикинуть маршрут нашего путешествия. Первое, наверное, что самое простое и очевидное, это я начинаю гуглить какие-то блоги, ищу там людей, которые где-то путешествовали, или там ищу по принципу, там, пять самых интересных замков Испании, или там пять самых красивых мест Испании, или пять самых там маленьких, но красивых городов Испании. То есть вот еще вот эти топы, из которых, естественно, я получаю, я просматриваю так вот по диагонали эти топы, и выписываю себе какие-то города. Причем зачастую я их не просто выписываю на листочек, если это какие-то места, например, какие-то интересные замки, или интересные какие-то там городки, интересные какие-то там, не знаю, природные примечательности, я сразу же, то есть я вот прям, у меня сразу же открыта гугл-карта. В гугл-карте я, естественно, залогинена под своим аккаунтом всегда, захожу это место и ставлю там звездочку, да, то есть его сохраняю в закладке. И это очень удобно, с визуальной точки зрения, когда я вот, соответственно, все там начитала, что я хотела, звездочек поставила этих, открыла целиком всю карту Испании, там, ну, или любой, да, страны, я вижу вот все вот эти свои многочисленные звездочки, я уже, может быть, не помню там конкретно, что где-то в каком месте было, но я знаю, что это те места, которые я хотела посетить, они меня чем-то заинтересовали. И дальше уже по ним я строю маршрут. Но тут я даже хотела не этим с вами лайфхаком поделиться, а таким вот лайфхаком, что когда вы ищете какую-то информацию в гугле, самое, конечно, крутое, это набрести на блог какого-то там путешественника или человека, который живет в этом месте и который вам рассказывает. Естественно, вы не хотите читать там эти какие-то, не знаю, сайты там travel-агентств, какие-нибудь там топ-10 самых мест там от газеты Guardian или там от какого-нибудь сайта там NewsTime. Ну, то есть вот этого все не хотите, потому что это такое обычно поверхностное, самое очевидное или там какое-то не супер проверенное живыми людьми. Да, еще, кстати, добавок этого, первые там 10 страниц, скорее всего, будут какие-нибудь сайты Booking.com, Agoda, TripAdvisor и прочее. Все вам хочется вот живых людей. Как их находить? Вот для того, чтобы отфильтровать весь шлаг, и в этом сейчас заключается мой главный лайфхак, когда вы вводите в поисковую строку, например, там 10 самых там красивых замков, замков Испании, к примеру. Дальше, чтобы отфильтровать все там ненужные сайты, вы пишете, здесь я тоже где-нибудь проложу скриншот, вы пишете минус TripAdvisor, минус там Booking.com, минус там, не знаю, что-то еще. То есть вот те сайты, которые вы видите, что они постоянно мелькают, что-то вам там ненужное предлагают, вы их все заминусовываете. И для Google это является информацией о том, что, пожалуйста, отфильтруй мне вот эти вот все сайты. И, кстати, обратная есть фишка, если вы какую-то информацию ищете только на одном конкретном сайте, это уже такое отвлечение, но кому-то может быть полезно. Вы можете набрать какой-нибудь сайт, например, тот же TripAdvisor, TripAdvisor.com, двоеточие, пробел, и дальше то, что вы хотите найти. И тогда система гугловская будет искать только на этом сайте. Хак с точки зрения гугловского поиска это пользоваться датами. Например, если я какую-то ищу информацию, я часто захожу и там показать опубликованное за последний год, чтобы исключить какие-то блок-посты, которые были в 2009 году, потому что они не актуальны, про я ищу цены на бензин или цены на жилье. Мне не важно, за сколько люди жили в 2009 году, или что они там делали в 2009, хочу, если в последний год. Следующее, о чем я хотела сказать, это как бы еда. Это, наверное, такое самое-самое главное, как мне кажется, в Европе, потому что очень много всяких разных регионов, где есть всякие вкусняшки, там, начиная от сыра, заканчивая какими-то там, не знаю, оливками, анчоусами, не знаю, артишоками, маслей, не знаю, какими-нибудь там колбасами, мясами, сырами, хамонами и прочее. Я вообще очень большой любитель вкусно поесть. Мне причем не важно, чтобы это был какой-то паф, вкусный ресторан, или какое-то красивое место, хотя я очень люблю симпатичные места, мне важно, что это была очень вкусная еда, и в поездках мне важно попробовать максимальное количество местной еды, какой-то такой местной кухни. С точки зрения, значит, выбора там ресторанов и места, на протяжении очень-очень многих лет, я доверяю только определенным приложениям, то есть я очень не люблю ходить в какие-то рестораны, вот просто там идешь, увидел, сел. У меня прямо начинается обычно нервный тик, когда мы выбираем какой-то туристический ресторан, я всегда стараюсь этого избегать. И, например, когда мы ездили с друзьями по Таиланду, я их очень сильно, как я потом поняла, подбешила тем, что я очень долгое время тратила на то, чтобы выбрать какой-то ресторан, прочитать там все отзывы, выбрать самый лучший, и не понимали, почему нельзя пойти просто в любой ресторан. Но к концу поездки они мне сказали, что вот мы вначале этого не понимали, а под конец поняли, что надо просто тебе довериться твоему этому процессу странному выбора мест, потому что ты действительно выбираешь как бы вкусные места, и действительно, те места, которые мы там шли просто наобум, и тем более какие-то туристические места, они были так себе, посредственные, а те места, которые были найдены путем в общем моего долгого штудирования интернета, они оказывались самыми-самыми. Если у меня нет там времени штудировать какие-то там блокпосты других людей, которые там пишут про самые вкусные рестораны, надо какой-то, ну, откуда-то брать более такую конституированную информацию. Я до сих пор уже там на протяжении многих-многих лет пользуюсь программой Fosquare. Последние, конечно, несколько лет, я бы сказала, она так немножко захерела, в общем, они сделали пару таких неправильных стратегических решений у ребят из Fosquare, но тем не менее, вот до сих пор во многих странах, во многих местах Fosquare помогает тебе наиболее просто, с минимальным затратом времени найти вкусные места. Да, там может быть тоже какие-то быть косяки, что там это место не такое вкусное, как вот все пишут, но это вот прям редко бывает. На Болина про Fosquare это вообще, мне кажется, number one приложение, то есть если вы хотите знать, где самые вкусные места, если, конечно, вы не скачали мое приложение были блогер, в котором все эти вкусные мяса написаны, или вы не хотите почему-то его скачивать, то есть вот Fosquare вам поможет, и в Азии очень много где мне помогало Fosquare, и в Европе, вот в каких-то городах в Европе было видно, что он не очень популярен, потому что, видимо, местные не пользуются, а в каких-то местах прям вот все лучшие места. В Америке альтернатива, например, Fosquare это Yelp, то есть там Fosquare менее актуальен, ставьте себе Yelp в Америке, по крайней мере, в Калифорнии точно, но, наверное, по всей Америке. Но вернемся к Fosquare. Вы открываете эту программу, вы либо просто смотрите все, что есть рядом с вами, либо набираете, например, вот просто вы сейчас хотите нереально пасты итальянской, или вы хотите пиццы, или вы там хотите, не знаю, выпить капучино, ну и вы там набираете это слово ключевое, это что вы хотите съесть, либо если вы ничего конкретного не хотите, вы просто хотите пообедать, позавтракать, поужинать, там тоже есть такие опции. Выбираете, и вам выпадает список, огромный-огромный список мест. В этот момент вам, например, если вы прямо сейчас хотите поесть, имеет смысл нажать на кнопочку «Рестораны, которые открыты сейчас». В большинстве странах мира это не очень актуально, но в Европе это актуально, потому что здесь почти все рестораны имеют такие странные часы работы, точнее не странные, у них всех есть очень четкое время обедов и ужинов, особенно в Испании, когда вы можете только до двух часов дня поесть, потом с двух, там до семи и восьми все просто намертво закрыто, и поесть вам негде, кроме того, как купить, не знаю, еду в супермаркете на выезде из города. Поэтому, да, имеет смысл в таких странах в Европе нажимать открыто сейчас, и дальше у вас из всех мест есть рейтинг. Вот мой многогранный, многолетний опыт, пользуясь поскором, говорит о том, что надо искать места, у которых рейтинг сильно больше, чем восемь. То есть девять, это прям очень будет крутое место, восемь и выше восьми, это, скорее всего, будет очень-очень-очень классное место. Все, что ниже восьми, спорное. Все, что меньше семи, то есть там шесть и пять, шесть, это, скорее всего, будет отстой какой-то. Если вы, например, не имеете какое-то предпочтение по кухне, просто открываете список, из списка переходите в карту, в карте вы видите, где вы, где находятся эти рестораны, какого вам и ближайшего идти, и выбираете те, у которых самый большой рейтинг. Там же можно посмотреть, там стоят звездочки, значки, насколько дорогой ресторан. Ну, значки, они не всегда соответствуют действительности, но, тем не менее, тоже можно на них ориентироваться. Дальше, если вы уже там выбрали, например, какой-то ресторан, хотите убедиться, что точно ли вы туда хотите, вы открываете фотки этого ресторана, и, в принципе, по ним вам понятно, как выглядит кеда, приятна ли она вашему гастрономическим запросам. Видите, как выглядит ресторан, то есть, там, понятно, что если он там выглядит какой-то очень трешовым, он будет дешевым, да, например, он выглядит какой-то супер пафисно, и вот еда вот так вот аккуратно, мелкими порциями размазана по тарелке, вы понимаете, что это, скорее всего, какая-то высокая кухня, будет дорого. Ну, то есть, примерно можно сориентироваться, можно почитать какие-то отзывы, вообще, что люди пишут, там, что в этом ресторане самое вкусное. То есть, я обычно вот Fosquare пользуюсь для того, чтобы найти самые высокорейтинговые рестораны и посмотреть картинки, чтобы понять, что в этом ресторане дают. Особенно, там, тоже, там, Испании, Франции, это очень сильно помогает, то, что вы приходите в какой-то ресторан, как я уже говорила, я очень не люблю туристические рестораны, я люблю местные, какие-то аутентичные, которых, естественно, не будет меню по-английскому. На английском, да, в каких-то ситуациях, там, моего базового знания португальского, французского, испанского хватает, чтобы примерно что-то понять, заказать, да, хотя бы где там рыба, где мясо, но иногда ты совершенно не понимаешь, что это такое. Тут, как бы, картинка с Фосквера иногда даже нам спасала тем, что мы просто так вот показывали, вот хотим вот эту вот штуку, что это. Главное, выбирать места вот с рейтингом больше восьми. Или, например, в случае с Елпом в Америке, те места, у которых рейтинг больше четырех с половиной, то есть те, у которых там меньше четырех с половиной, они такие спорные обычно, а то, что там 4,7, это обычно прям классные-классные места. И вот в той же, например, Испании Фосквер нас моментально вообще спасало, то есть мы, например, заселялись где-то в центре города, мы ходили на улицу, там гуляли, потом как-то мы понимали, что все, пора, наступило время идти пить вино и есть тапосы. И мы не понимали, в какое конкретное место пойти, потому что эти места вообще толпа, они друг за дружком идут. И мы, например, там, ну, поначалу могли заходить в какое-то спонтанное место, заказывали, пока стояли, заказывали, а тут же лезла в телефон. Я, значит, находила другие какие-то места, и вот мы реально столкнулись с тем, что вот те места, которые мы рандомно выбирали, чтобы пойти там выпить вина, съесть тапосы. Иногда они были так себе, а вот те места, которые, например, там был, особенно рейтинг-дейтинг, приходили, это реально были какие-то самые аутентичные места, какие-то необычные, не знаю, это была самая вкусная еда или какое-нибудь там место, где там самые какие-то крутые хамоны. Ну, то есть вот реально, как бы я вообще суперадепта Fosquare. Европейцы очень многие, там, американцы тоже, в строительстве, они все пользуются TripAdvisor, то есть там просто никто вообще Fosquare практически не пользуется, все фанаты TripAdvisor. Я это приложение, этот сайт так тихо ненавижу, потому что очень-то много информации, сложно в ней вообще как-то навигироваться. Сколько раз я не пыталась пользоваться их рекомендацией по ресторанам, никогда по этому рейтингу нельзя все равно понять, хороший будет ли не очень хороший ресторан, но как-то так вот. И, кстати, если с моих смотрителей, читателей, есть те, кто прям активно пользуется TripAdvisor, прям любит его, вообще разобрались в нем, пожалуйста, как бы делитесь этим в комментариях, может быть, мне тоже пора обратить на внимание внимание. Но вот пока я проповедую Fosquare. Ну и, кстати, вот там касательно Бали, у меня прямо на Fosquare заведен отдельный аккаунт для Балиблогера, и там я, например, все рестораны, я всегда оставляю отзывы, если они там стоящие, или, наоборот, когда прям отвратительный ресторан, что туда люди не шли, и, соответственно, можно, да, эти отзывы люди могут почитать. И самое главное, что у меня вся эта информация, она собрана по спискам, то есть у меня собраны вегетарианские рестораны Бали, там всякие вкусные места в Убуде, места в Ченгу, там места там-то, места сям-то. И вот такие вот листы очень многие люди заводят. Иногда тоже полезно просто зайти в Fosquare и, например, найти чей-то такой лист, да, например, там самый, там будет написано про самые вкусные, там, кофейни такого-то города. Ну, то есть иногда тоже вот можно себе такой листик сохранить и им пользоваться. Как еще мы подходим к вопросу поиска вкусной еды? Ну, понятно, что вы всегда можете набрать, там, например, там, кухня, там, Нормандии, или открыть картинки, опять же, по картинкам пойдем посмотреть, посмотреть, что как-то апеллирует к вашему желудку и не забывать отминусовывать, да, как я рассказывала раньше, всякие отминусовывать реподвайзеры, всякие дурацкие сайты, которые вам неинтересны, а искать именно вот блогеров. Таким образом, как раз я находила какие-то статьи, там, где девочка писала, как они там посещали всякие фермы во Франции и пробовали там всякие там сыры и прочее. Так я нашла там девочку, которая писала лайфхак по тапосам в Испании, то есть как есть эти тапосы, что заказывать, в каких городах, какие фишки, то есть, например, там в каких-то городах, где вы заказываете там вино или пиво, что-то, да, к вам всегда к ним приносит бесплатно тапос, как там правильно его заказать, в общем, какие-то всякие вот разные-разные вот эти интересные моменты. Следующий такой продуктово-едальный лайфхак это то, что если вы, например, попадаете в какой-то ресторан, вам дают меню на местном языке, на меню на английском нет, вы не понимаете совершенно, что-то это за еда, что вообще с ней делать, то я обычно открываю, опять же, Google и забиваю, просто сижу и тупо забиваю название каждого блюда и смотрю картинки, то есть захожу в раздел картинки и просто смотрю так, вот это мне не нравится, это нравится, это не нравится. Тоже такой как бы выход с точки зрения того, как вообще разобраться там в меню национальном той или иной страны. Но это, наверное, такие продуктовые, пищевые, всякие кофейные лайфхаки на этом заканчиваются. Это, по крайней мере, то, что я смогла вспомнить. Наверное, какое-то отдельное видео я когда-нибудь сделаю по каким-то travel сервисам, потому что сейчас по ходу рассказов мне вспоминались какие-то моменты, но я пока даже не писаю, как это все в одно видео уложить. Ну, например, то, что во Франции очень специфические розетки, то есть она там такие же две дырочки, как у нас, но есть штекер. То есть вот обычную розетку, вот такую вот круглую с двумя дырочками, нашу российскую, не всегда можно воткнуть во Франции, потому что там должна в ней, в розетке, быть такая огромная дрянь, куда войдет этот штекер. Я совершенно про это забыла. И вот во Франции мы встрялись с тем, что когда я потеряла свою зарядку от ноутбука, на которой был переходник, мы остались без переходника, и там постоянно была проблема, чтобы ничего не могли зарядить, пока мы не нашли бы новый переходник. И есть, например, сайт, где можно посмотреть, например, как выглядит розетка в каждой стране. То есть, например, в Сингапуре отличается розетка от нашей российской, в Англии отличается, в Америке. И можно посмотреть, какие розетки, чтобы, во-первых, понимать, какой купить переходник. Но вот много-много всяких таких сайтов есть. Или есть, например, всякие прикольные сайты типа Sleeping in the Airports. То есть, если у вас, например, предстоит длинная пересадка в аэропорту, то всегда можно почитать про этот аэрофорт и про этот терминал информации на этом сайте, посмотреть, насколько там удобно вообще провести несколько часов, есть ли там бесплатный Wi-Fi, есть ли там какие-то зоны для отдыха, есть ли там то и все, пятое и десятое. Таких много, наверное, сайтов. Я попробую, я думаю, что собрать их какое-то отдельное видео, потому что сюда они не очень вписываются. Кстати, в одном из блоков я буду вам рассказывать про то, как рандовать машину, но понятно, что это не единственный способ передвижения по Европе. По Европе достаточно удобно передвигаться на поездах и автобусах, особенно если это невысокий сезон, если вы не лоханулись, как мы, не приехали в августе, достаточно недорогие цены, плюс есть еще дискаунтеры. И есть всякие разные прикольные сайты, на которых можно смотреть, например, стоимость билета в сравнении со стоимостью на автобусе. Удобно смотреть, на чем выгоднее на поезде автобусе или бла-бла-каре. Я не знаю, есть ли в России бла-бла-кар или вообще, насколько он популярный. Я вот про него узнала только, когда приехала в Европу. Хотя аналогичный сервис я когда-то давно использовала, но вот именно то, что появился такой новый бла-бла-кар, не знала. В чем суть этого сервиса? Есть люди, которым, например, нужно ехать на собственной машине из одного города в другую, или из одного города в другую страну. И понятно, что для них дорога окажется довольно-таки дорогой, но, словно говоря, представьте, там нужно ехать кому-то из Москвы на машине в Питер. Ехать долго, бензина уйдет много, ехать одному скучно, и вы хотите найти попучку. На лето, по крайней мере, когда мы смотрели вот эти августовские цены, было не очень дешево, то есть там этот бла-бла-кар стоил по 50-60 евро с человека, то есть совсем было невыгодно, проще было чуть доплатить и полетать на самолете или поехать на автобусе. Но, с другой стороны, можно подвести итог моей первой вводной части, и я продолжу уже в следующих выпусках рассказывать про ренды машины, про поиски жилья и прочее, прочее, прочее. Ну все, до встречи в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok